Всем привет! В студии Катя Забавская я расскажу, что обсуждают белорусы в социальных сетях. Кумир миллионов, актер Стивен Сигал посетил белорусский офис компании-разработчика онлайн-игр. Мастера единоборств пригласили в качестве консультанта по одному из проектов. Ленты соцсетей заполонили фото и комментарии сотрудников компании. Еще бы, не каждый день крутой голливудский актер ходит с тобой по офису и обедает в столовке за соседним столом. К слову, известная личность заинтересовалась недвижимостью в Минске. Визит Сигала в Беларусь завершился неформальной встречей с президентом страны. Августовский канал иностранцы смогут посещать без виз. Указ, подписанный президентом, разрешает туристам находиться в парке и прилегающих к нему территориях до пяти суток. Напомню, с прошлого года иностранцы беспрепятственно могут приехать на три дня в заказник Беловежская пуща. Пользователи удивились. Августовский канал? Где это? Есть повод расширить кругозор. Теперь не только внешний, но и внутренний туризм повысим. Больше бы таких объектов с хорошей инфраструктурой. Интрига до самого конца. В финале национального отбора на детское Евровидение Александр Миненок в упорной борьбе опередил свою главную конкурентку Ольгу Коновалову. 12-летний исполнитель представит Беларусь на песенном конкурсе в валете. Удивительно, но подросток едва не уехал искать счастье в Москву. Однако вторая попытка штурмана от отбора оказалась удачной. Фанаты от души поздравляют Сашу, хотя споры о том, чье выступление все же было сильнее, не утихают. Запрет на ношение закрытых мусульманских купальников в Буркини во Франции активно обсуждается в Беларуси. Женщин, облаченных в эту одежду на пляже, штрафуют местные сотрудники полиции. Дамы негодуют, а власти Франции ратуют за свободу от религии в общественных местах. Вопрос наболевший. Интернет-пользователи разделились на два фронта. Тех, кто видит ущемление прав мусульман, и тех, кто видит ущемление прав всех остальных. Шотландцу Нильсу Улафу присвоено звание генерала Королевской гвардии Норвегии. Все бы ничего, но речь идет о пингвине из зоопарка Эдинбурга. Вы правильно поняли, птица дослужилась до высокого чина. А еще она рыцарь и талисман гвардии. Это своеобразная дань традиции. Начиная с 1972 года, королевский пингвин получает повышение по службе всякий раз, когда члены гвардии посещают зоопарк. По отчетным званиям Нильс обязан двум своим предшественникам-тезкам. Новость вызвала много шуток в интернете. Главный посыл – даже пингвин стал генералом. А чего добился ты? Какие ролики в мировой ютуб-копилке набирают популярность? Сейчас вы все узнаете. Во время интервью подростка мальчишка на заднем плане бьет и пинает коров, протискиваясь между ними. Буренки в долгу не остались, а тихо сжали его между собой, полностью обездвижив. Ребенок оставался в мохнатых тисках, пока на помощь не пришел работник фермы. Уходил горемыка, едва не плача, он явно переосмыслит отношение к животным. Это все, что обсуждают белорусы в социальных сетях. Говорите, и вас услышат. Нашли что-то стоящее? Делитесь в комментариях. Наше видео вот здесь. До встречи в эфире. До встречи в эфире.